Продолжаем нашу беседу «Окошко». Александр Белов, Александр Ельчинов и Ольга Васюкова. Психолог, психиатр. Когнитивист. Психолог, когнитивист, с уклоном психиадрии. С уклоном. Она с уклоном. А вообще психиатры, они выгорают. Вот у них ненормальные собрались. Под присмотром психиатра. Да, дорогие друзья, тема нашей беседы – это сон со сновидениями. Или без сновидений. Сон. Тоже сон. Вот интересно, что в институте психологии, вернее, в институте высшей нервной деятельности была лаборатория сверхсознания, возглавлялась Ведерская Нина Евгеньевна, доктора биологических наук. И, в принципе, она функционировала, всё нормально. При ней была Таратынова Гарина Васильевна, мой учитель, тоже кандидат психологических наук. Они функционировали, функционировали. Бронникова изучали, сверхсознание изучали, всё хорошо до определённого времени. А потом сказали им Ша. Ну, как бы Ша сказали на высоком уровне, когда Бехтереву к ногтю тоже прижучили наши все там выдающие. Это было лет 15 назад. Гинсбург ещё был жив и так далее. Было огромное собрание в институте высшей нервной деятельности, в базовом институте головном. Вызвали туда и Наталью Петровну Бехтереву, и Бронникова, и всякий там Гинсбург был, и Капица. И они сказали, хватит ерундой заниматься. Какое сверхсознание? Симонов вёл это, ну, как бы, а вы докажите, говорил директор института, что существует сверхсознание, подсознание. Докажите. В общем, как бы такой регресс пошёл. И эту лабораторию Свидетской после таких означенных событий переименовали в лабораторию СНА. Тоже очень знаковое событие. Так вот, про сон. Буквально две секунды, две минутки я скажу. Что значит сон? Сон – важная вещь. Мы вообще, если с позиции теории инволюции подходить, мы вообще не понимаем феномен человека. Не обезьяны наши, предки. И сон у человека – это что, биологическая необходимость? Или это ремонт биоструктуры мозга? Или мозг отдыхает, как эта точка зрения популярна? Или, как говорил Сеченов, это воспоминания былых впечатлений, да? Во время сна небывалые воспоминания, былых впечатлений. Так Сеченов охарактеризовал сон со сновидениями. Ну, такой был вполне себе респектабельный. Ну, ладно, об этом не будем. В общем, доктор наук, который занимался сном и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать, что человека мы не понимаем вообще. Мы не понимаем и состояние бодрствования, и состояние сна. Для чего человеку сон тоже не совсем понятно с позиции современной науки. На самом деле, это не только, по моему мнению, ремонт биоструктуры. Это еще общение с духами и с душами. То есть, мы можем входить в состояние такого легкого трансового состояния и общаться с кем мы, допустим, прервали какой-то разговор и во время ночной дискуссии приходить к какому-то консенсусу. Ну, там, я не знаю, влюбленные могут это очень хорошо на связи быть друг с другом, близкие души, родственные души и так далее. Ну, и вообще лица, которые неравнодушны. То есть, живые с живыми во время сна могут говорить. То есть, сеанс такой телепатии, своеобразной телепатии происходит. И даже и сновидения. То есть, мы объясняем сразу два феномена. И сон со сновидениями, когда образы идут. И просто какие-то голоса, какие-то впечатления и так далее и тому подобное. С другой стороны, мы можем, видимо, это заключено в конструкции человека. То есть, конструкция человека предполагает, что можно выходить на связь, изначально предполагала, на связь с духами развоплощенными. То есть, мы можем, вот психиатр нас подтвердит или опровергнет это. То есть, бывают в клиниках такие люди, которые действительно слышат голоса, они там чувствуют, что духи пришли и так далее. Их очень много таких людей. Ну, их собирают. Собирали до определенного момента. И даже вот был такой в битве экстрасенсов победитель. Сейчас я не буду называть его фамилию. Он, значит, победил в битве экстрасенсов. Он, значит, пациент клиники психиатрической. Когда у него это началось, духи им просто владели, он не мог мотивировать. А потом он научился управлять просто этим процессом. Ставил под контроль уже этих духов, эти вот общения и так далее. Ну, я к тому, что общение с духами, оно может быть встроено в систему человека. То есть, вот днём мы бодрствуем, мы общаемся очно. Для этого и голосовой аппарат, и зрительный аппарат, и общение, и речь, и всё остальное. А вот ночью, ну, как бы во время сна, мы своим духовным сообществом, откуда наши корни связываемся, откуда наши, как бы, истоки, откуда нас, может быть, послали на землю. Если уж, как говорит Александр Петрович, есть там с заданием приходящие души. Вот, мы связываемся с ними. То есть, есть такой потенциальный у нас возможность вступать. Другое дело, что современные люди этим не пользуются, и это всё немножко, как бы, загустело и атрофировалось во многом от неиспользования. Но если записать быстро, вот как было у Леонардо да Винчи, у него такое кресло, он просто впадал в каталепсию, в такое состояние быстрое, сон, и когда он падал, он успевал в это кресло плюхнуться, и 20 минут сон со сновидениями, ремфазы он проводил, а потом у него такая прикручена была к подлокотнику планшетка с карандашиком, привязанным на нитке, и просыпаясь, он быстро зарисовывал то, что ему приходило. Быстро-быстро зарисовывал, да? Потому что если пройдёт время после выхода из ремфазы, да, там, ну, скажем, ну, хотя бы даже полторы минуты, всё это стирается, потому что это не фиксируется в долговременной памяти. Вот как я сейчас не записала. Да, и поэтому он зарисовал. Возможно, именно с этим связаны вот эти открытия пулемёта, самолёта, самоката, там залпового огня, оружие подводной лодки, акваланга и так далее, парашюта, то, что вот он, планера и так далее, вертолёта, то, что он предлагал в своё время. Он, видимо, в будущее просто проныривал как-то во время этого сна и быстро зарисовывал. Возможно, с этим связан вот этот феномен кодекс Леонардо, я имею в виду, где вот эти записи сохранились. Где он, кстати, зеркально левой рукой писал задом наперёд. Слушайте, извини, одну секунду, я только одну секунду. Я ошиблась, я неправильно сказала, это не Ванга говорила про Ленина, это Эдвард Кейси говорил. Ну, Эдвард Кейси – это другое дело. А Ванга, она взяла после Ленина. Да, 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 я ошиблась, именно Эдвард Кейси. Ну, так надо же, я же тебе говорю, что не Ванга, а ты кричишь, что Ванга. Нет, ну, извини. Ну, ладно, дело не в этом. Нет, это важно. Ну, вот, кстати, и Ванга тоже, у неё же сон постоянно, то есть она не видела глазами, пришёл всадник на белый, кстати, во время сна, всадник на белом коне говорит, будешь стоять между живыми и мёртвыми, Ванги, да, ещё там маленькой девочке, по-моему, 14 лет ей было, когда её этот ураган там поднял, бросил, у неё зрение отключилось. И, значит, ну, даже, по-моему, раньше, 6 лет, ну, что-то такое, я сейчас не точно помню. Вот, и она действительно стояла между проводником, между живыми и мёртвыми. Человек приходил, и ей с того света… Нет, ну, понятно, но я же вам о феномене сна говорю, что фон, рем, фаза сна, она требует определённого изучения на уровне Академии наук. Чем у нас занимается Академия наук? Какой-то ерундой! Я с вами не спорю, я вам хочу дать на эту же тему несколько иную информацию, которая вот находится у меня за спиной. И эту информацию. А уж как вы не отнесётесь, ну, это ваше личное дело. Значит, начнём с чего? Я не знаю там по каким причинам, но так свыше устроили. Создали человек таким образом, чтобы, во время сна, он просто получает, так называемую, первичную энергию. Он на этой энергии живёт, работает, мыслит, ходит, руки поднимает, как вот Гофе сегодня говорит, не она поднимает, а за неё. Здесь это не получите негатива, то со временем, буквально через пять суток, человек начнёт, начнутся в организме необратимые процессы. Не обязательно, не обязательно. Есть люди, которые вообще не спят. Есть люди, которые вообще не спят. Так, Ольга Георгиевна, я рассказываю то, о чём вы не знаете, а вы меня начинаете перебивать. Я выслушал, Ольга Георгиевича, хочу и эту теорию рассказать, а потом вы будете критиковать. Что-то вы после каждого моего слова внезете, а? Ну, если люди есть, которые не спят совсем, люди... Вы можете послушать другого преподавателя, послушайте то, что я вам скажу, а потом будете критиковать. Доградились? Сумоем, что на каждую лекцию это время ограничено. Так что вот ещё раз повторяю. Назовём эту энергию беременчиной. Как вы её потом назовёте, это другой вопрос. Но без этой энергии человек долгое время существовать не может. Пять суток. Учёные, немцы, фашисты, наши там, лягушка, на чём угодно. Уже много раз испытывали это. Если лягушки человеку не давать спать долго, начинаются необратимые процессы в организме, и это существо, в котором они делали испытания, начинает погибать. Почему? Потому что эта энергия получается только во сне, и энергия в этом не накапливается. Вот без воды можно прожить 10 дней. Без пищи обычной, физической. Можно прожить не 40. И без пищи можно. Стащитесь, но вы не умрёте. Вы потом опять восстановите. Ну неправильно. Без воздуха, допустим, можно там сколько там, 3 минуты. Внушение, чистое внушение. А вот сна, без сна. Более пяти суток начинается необратимый процесс. Ну какая глупость. Ну, Александр Петрович, ну, послушайте, вы просто опровергаете научные факты. Но вы опровергаете научные факты. Ну, был такой веян. Я вот не хотел говорить. Я вам рассказываю, Александр Петрович, я вам не научные факты рассказываю, а то, что у меня сзади находятся книги. Так а почему мы должны верить, это противоречит фактам? Это противоречит фактам. Совместить науку и философию надо, а не только философию. Или вы меня будете слушать, и это будет дискуссия наша. Или это будет только ваше мнение, а я тогда отключаюсь. Зачем-то нам вот все оседает. Значит, я продолжаю. Это шантаж. Это шантаж, это грубый шантаж. С вашей стороны. Какой шантаж вы меня выслушает? Нет, но я вас поправляю, что это опровергает. Опровергает факты. Да это не вам. Правильно опровергает. А я и не спорю, что опровергает. Теперь, в какой момент эта энергия поступает? А эта энергия поступает в момент быстрого сна. Почему быстрый сон и называется быстрый? Потому что в этот момент поступает в человека энергия, так назовем ее просто из космоса, да, по-простому. А поскольку энергия поступает, в этот момент начинается, повышается давление, учащается пульс, начинаются вращаться глазные яблоки. И ученые назвали фазу этого быстрого сна быстрой фазой. А когда начинается медленная фаза, то та энергия, которая поступила в человек во время быстрой фазы, она распределяется по всему организму. Там какая-то часть энергии в печенке, какая-то в голову идет, какая-то там в сердце, в ноги и так далее. Там разнообразная энергия. И теперь по поводу сновидений. Во время сновидений, я кому рассказываю, где все. Вот Георгиевна. Ты хочешь слушать только себя. Если ты соединишь время, которое ты говорил, и я, мое время одна сотая часть. Так ты меня слушаешь. Ольга Георгиевна, я же вам хочу рассказать с другой позиции, а с вашей позиции Александр Иванович уже рассказывал не один раз. Нет, дело в том, что, Александр Петрович, вот вы привели факты, которые не... вернее, привели суждения, которые противоречат фактам. Сегодняшним фактам. Я вам объясню. Во-первых, был такой доктор биологических наук. Он занимался сном со сновидениями. Вейн его фамилия. Он написал книгу, очень серьезную, масса научных монографий. Есть школа Вейна, которая занималась, как раз и продолжает его заниматься, его делом. Дело в том, что есть действительно феномены, которые... Или феномены, как правильно. Феномены, правильно? Да, ну вот пусть бы феномены. Феномены, которые не спят годами. Но есть полиполицикличный сон. Есть... Во всяком случае... Послушайте, но дайте договорить. Ну, дайте договорить. Есть еще исключения? Есть? Нет, но послушайте, дайте договорить. Если вы говорите о пяти днях, которые там человек обесточивает, это неправда. Это неправда. Просто неправда. Зачем на неправде строить все остальное? Поэтому... Ну, вот я вам говорю, что есть, например, племя, есть племя в Амазонии, которое спит совершенно... Вот спит именно иным способом, нежели мы. Они вообще, можно сказать, не спят. Они дремлют, просто прислонившись к хижине. Пирохан такое племя... Нет, дело не в том, что стоя или не стоя. Дело даже не в том, что стоя или не стоя. Если вы говорите о том, что энергетика куда-то уходит... А для чего мы едим, спрашивается? Для чего мы дышим? Вы не задумывались никогда? Разве это не дает энергию? Значит, дает. Я сказал, но вот без первичной энергии... Какая первичная, какая вторичная? Мы как раз дышим для того, чтобы окислить то, что мы съели. Какая первичная энергия? О чем вы? Давайте я вам аналогию приведу. Молодец. Аналогию более понятную. Берем автомобиль, любой автомобиль, любой автомобиль. У него полный бак бензина. Вот, прям, еда там, хочется, яблоко, картошки. Аналогия, полный бак бензина. У него двигатель работает отлично. Все работает. Все. Да? Но колес нет. В данном случае, первичные энергии являются искра зажигания. Вот если эту искру зажигания не дать автомобилю, он не поедет. Какая же тут аналогия? Какая же... Значит, у него пищеварение плохое. Причем тот сон-то? Я не могу. Какая же это аналогия? Я говорю, вот есть автомобиль. Он опять. Ну, вы хоть понимаете, что такое аналогия, Александр Петрович? Ну, я не издеваюсь. Ну, на самом деле, вы приводите аналогию. Энергия, да? Энергия поступает в организм. Откуда она берется? В пищеварительный тракт попадает пища. Она там... Из космоса, вы же не слышите? А, из космоса, опять. Да что за из космоса? А зачем вы едите, раз у вас космос вас питает? Так это первичная энергия, без которой вы яблоко не переварите. Да, если яблоко не свинит. А, извините. Та энергия, которую, в общем, мы тратим на окисление, она еще идет на АТФ. На зарядку АТФ, метахондриях. И вот эта вот энергия как раз тратится, в том числе, в клетках желудочно-кишечного тракта. Они расщепляют и переваривают яблоко ваше. Вот в чем дело. Все выключатся. Функции отвлечения несправны. А я посмотрел, если бы дня два-три не поспали, чтоб с вами было бы. Да ничего страшного. У меня был случай. У нас наряд приехал, значит, они не спали неделю где-то. Практически все, но особенно главный там, не сержант, а этот прапорщик. Ну, просто я не буду деталей вам говорить, потому что они не очень там. Ну, так, извините, они, конечно, качались, они в полусомном состоянии, ну, в таком, в каком-то полудремотном состоянии, но ничего с ними не произошло, они коньки не отбросили. Ну, что вы... Потом есть же исследования специальные. что они минут по пять хотя бы иногда вздремывали, потому что на них... Ну, там у них ситуация была сложная. Ну, практически это как на войне. Но вздремывали, не вздремывали, здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о другом. Есть такие феномены, которые не спят годами. Их изучают специально. Александр Иванович, я в предыдущем нашем, значит, на скетчболе говорил, что есть люди, которые живут по 300 и более лет. Есть люди, которые камнями питаются. Есть люди, которые совсем как бы... Какими камнями кто-то питается? Ну, какими камнями кто питается? Ну, что вы нам какую-то вешаете лапшу на уши? Ну, кто камнями питается? Ну, какой человек камнями? Вот покажите этого человека. Камнями питается. Послушайте меня. Я же не то сказал, вы перебили. Я не об этих людях говорю. Ну, вы аналогии-то приводите. Зачем такие глупые аналогии? Это не аналогии. Вы же мне тоже начинаете ссылаться на каких-то аморигенов, которые годами люди не спят. Это исключение. Я говорю о большинстве людей. О вас, о меня. Вот, а вот... Вы сами сказали, что из правил нет исключения. Пять дней и всё. И кандык. Вы сказали вначале. Вы сами сказали. Пять дней и кирдык. Кирдык вы сказали. Я при этом про исключение не говорил. Ну, Александр Петрович, вы хотите из шкафа что-то ретранслировать. Ну, я понимаю. Но надо же всё-таки как бы соотносить эту информацию с научной информацией. Ну, иначе какая-то. Одни ворота получат. Вы хотите только одну точку зрения устроить. Да нет. Но мы-то... Нет. Мы-то и собрались, чтобы разные точки зрения. А вы с одной рассматриваете... А вы с одной рассматриваете... Вы же не хотите мою точку. Вы тут же зарубаете. Ну, нет. Ну, я вам говорю, почему она не проходит. Может, они Синклитова со Стрельниковой не читали этой информации, не знают. Ну, вы-то ретрансфируете их. Да они вообще не знают. У них ручка пишет и всё. Ну, а откуда они принимают? Это что 5 дней человек энергия. Ну, и... Какой получил, такой получил. Ну, какая энергия-то? Ну, я не думаю, что они там... Первичная энергия, вторичная, третичная. Вы не закончили другую сторону сна. Можно рассказать? Ну, расскажите другую. А можно я сначала скажу два слова, а? Скажи. Итак, я хочу сказать. Я была в Индии, в Казахстане, в местах силы. Смотрите, что сказал великий Кальки Богован. Он сказал, проснитесь! Вы не можете чувствовать боли. Я был в том, в общем... Сейчас, минуточку. Я в Синей оттянешься к женщине. Подожди. И много игрушек нам дано для того, чтобы построить образ-переход. И отменяем этих игрушек является сон. Она также, это точно самый инструмент среды. Должно быть использовано как что? Важнейший образ при переходе в новый режим. Еще раз. Саша, ну, я видела только чудес. Понимаешь, я в них не верю совершенно. И когда я сказала патриарху, что чудес не бывает, есть непозненная нами реальность, понимаешь, но реальность непозненная, может быть, как установлено. Только если и наука, и философия вместе соединяются, но не как отдельно, кто ручку пишет. Я хочу вам эту реальность рассказать, а вы даже ее не хотите выслать. Да нет, Александр Петрович, невозможно, но реальность. Просто вы на определенном... Значит так, во-первых, это не гуру, как и богован. Во-вторых, у него образование, и он преподавал, знаешь что, биологию и математику в школе. И когда вот у него поехало, дай договорю, и вот когда у него это началось, он просто с ума сходил, он не мог понять, что ему делать. И вот затем он начал получать информацию. Раньше он ее не получал. Вот так, хлопком и все. Поэтому я тебе говорю, я тебе привожу нормального человека, который до сих пор еще, что в теле, он получил клиническую смерть, и когда он вернулся с клинической смертью, он сказал, запомните, я вернулся в это больное тело, потому что вы меня не слышите. Вы все целостные системы, а вы до сих пор спорите. Вот ученые сказали, вот это Бог, да, Вселенная, надел на свои пальцы, нами управляет. Сколько можно говорить об этом? Ну извините, как хочет Бог, так мы и делаем. Я говорю, вы сами сами себе противоречите. Смотрите, логику включаете. Вы говорите, что надо все доказать. И вдруг вы отсылаете к человеку, который откуда-то принес информацию, воспринял, да, я скажу. Вот он взял откуда-то, и вот ему стало там математики, все, стал преподавать. А эти же тоже люди восприняли информацию. Почему вы там принимаете информацию на веру, а это... минуточку, я не принимаю на веру. Я просто смотрю, насколько она сходится с сегодняшней наукой. Это первое. Молчи, молчи, сейчас скажу. Так вот, я тебе могу сказать, что Сеглитова-Стрельникова, видишь, они там сидят, а за ним идут тысячи. Значит, его, его, то, что он получает, зачем-то нужно миру. А раз ты не можешь их раскрутить, значит, может быть, они не нужны миру в том состоянии, в котором они находятся. Так, это уже лучше, это уже лучше. Раз он не может раскрутить их... Люди устроены так, что они сначала распнут человека, а потом поклоняются. Да никто их не распинает. Никто их не распинает, твоих девок. Вот вам пример. Есть девки. Сейчас, конечно, никто не распинает, время не то. Но ничего не меняется. Что вы с Христом сделали? А вот столько чудесов, показывал. Так, давайте ближе к сну. А я ближе к тебе. Я говорю, так же, дайте мне сначала это сказать. Теперь, вот где он играет, что у нас все запрограммировано. Согласны, Денис, с этим? Нет, я говорю, что на сегодня надо так думать. На сегодня. Это тоже иллюзия. Тут я бы хочу сказать. Давайте о сне, друзья. О сне. Сон, только сон. Слушай, кто это будет слушать? Да, только сон. И завтра будет то же самое. Да, как у блока. Фонарь, аптека, родишься вновь и вновь, а улица, фонарь, аптека. Сон у нас тоже запрограммирован. Ну кто же. То, что мы обходочные вещи. Тебе же сказано, это игрушка, на которую надо опереться. Что это один из внеантов. Вот это вот видимое, а во сне невидимое. Соединяешь вместе и делаешь вывод, который не ты делаешь, а среда через тебя. А ты только что оболочка вот эта вот, которая ничего не может. Вот эта оболочка. Ты все время за человека принимаешь вот эту... А среда, среда, это кто? Оболочка вот эта... Нет, среда, среда, как термин. Это вселенная, это Бог. Ты помнишь, сколько у Бога имен? Нет, я вселенная говорю, а вы мне не хотите выслушать. Так, слушай, давай заканчивать, по-моему, это такая фигня. Вы устали, я хотел с Сашей поговорить. Нет, я внимательно слушаю, но, Александр Петрович, ну все-таки, действительно, когда мы начнем, начинаем... Вы даже не выслушали, я только рассказал, с точки зрения энергии. Я хотел с точки зрения снарно сказать, с самого сновидения. Ну, расскажите. С позиции энергии не подходит. Ну, энергия не пошла, может, сновидение пойдет. Может быть. Значит, я вам приведу такой пример из моей жизни. 9 минут. Вам даже 2 примера привести. Сначала свой личный пример приведу. Однажды мне приснился следующий сон. Ой, опять. Еду я с Выхина, вот так тогда еще, по-моему, станции. Ну, расскажите, что он уже говорил об этом. Саша просит тебя сказать, что ты уже об этом говорил. Мы это слышали. Ну, говорил, значит, ладно. То есть, три раза один и тот же сон приснился. Я о чем хочу сказать? Что у нас все запрограммировано. Наша жизнь запрограммирована. И что такое вещи свои? Личности, которые нами управляют, они нашу программу знают. И создают нам сон, подсказывающий нам, что будет, что мы неправильно ведем и так далее. Они сны составляют. Более того, мы тут недавно в одном чате спорили об осознанных сновидений. Они могут создать сон, как будто вы осознаете и сами там делаете все, что хотите. Но мы в жизни так живем. Мы думаем, что мы сами поступаем, а на самом деле мы поступаем по той программе, которую нам составили. Ну и в чем дело-то? Ты правильно все сказал. Правильно. И вот то же самое во сне. Нам свыше составляет такой сон. И также осознанный сон могут составить. Ну правильно. Правильно. Ты говоришь совсем другое, чем ты раньше. Так вот запомни, что у меня здесь написано-то. Нету много богов. Бог один должен быть. В этом случае ты увидишь целостную систему. Я не говорю про Бога. Я говорю про сон. Ну которые там нами как бы управляют сущности. Это единое состояние. Господи Боже мой, до каких пор это будет продолжаться? Мы не про сущности говорим. Я сейчас не буду разговаривать, кто как, чего там составляет эти сны. Я говорю, они составляются свыше. Даже осознанные сны, даже осознанные, составляются свыше. Свыше, Саша. Свыше не бывает. Уже доказано, что Вселенная это единый организм. Нет, ни выше, ни ниже. Хорошо. Составляет Вселенная. Вам так устроено? Вот. И она имеет форму сферы. Да не важно, какую форму иметь. Еще как важно. Я хочу сказать, что свыше не в голове у нас создаются. И вообще не в нашем организме. Вот о чем речь-то идет. Так об этом только и говорим, что все. Мы об этом только и говорим, что все получено извне. Это Бехтерева еще сказала. Что все извне. Я про что? А вы, говорите, ученые другое доказали. Что? Ученые доказали, что мы не можем ничего делать сами. Мы игрушки среды. А я про это и говорю. Ты говоришь так, что ты говоришь не так. Вы говорите, это не может быть, потому что ученые не так говорят. Потому что это это единый организм. Единый. А у тебя много сущностей, каждая правит, что-то такое. Ну, я не знаю. Саша, иди приходи сюда. Я больше не могу. Ну, давай тебе другое доказательство приведу. Наше государство это единый организм в государстве. Но правят нам не только руководители, у него много помощников. Поэтому это мир дуальности. Этот мир дуальности. А нам надо к целостности. Понимаешь? Поэтому есть наука и философия. Две игрушки. Ну, назови наше руководство одним словом. Единое руководство. Но от этого суть не изменится. Там в этом руководстве много личностей. Вот скажи мне, Сашенька, скажи, вообще какая цель нашей беседы? Вот в чем суть? Если ты двигаешь одних своих девок, да? Я пытаюсь объединить науков и философию. А Саша нас просто объединяет, потому что так хочет Вселенная. Вот сидят три придурка, да? Что такое придурок? Да, придурок я знаю. дурак. Это новое состояние, которое быстро пятится назад в состоянии, где боли и страданий исключено у любого носителя, включая форму человека. Это не об этом речь идет. Просто я тебе расшифровала, что такое дура, а крак всегда идет назад, да? И тогда мысиформы, мысиобразы начинают формироваться в голове. Да не в моей. У меня это было просто подтверждение того, что говорят, говорили люди, ученые, которые приезжали. Знаешь, как это плохо ученому, когда он приезжает вместо силы и видит, что наука не совпадает с тем, что происходит в местах силы. Так у тебя только ручка пишет, а надо взять и то, и другое. Понимаешь? У вас логика напрочь отсутствует. С одной стороны наука не совпадает, с другой стороны альтернативно не хотите выслушать. Саша, может, закончим уже сколько времени, а? Бессмысленно. Ладно, давайте заканчивать. Бессмысленно. А то у нас беседа какая-то ненормальная получается. Мы что, заканчиваем? Ну, давайте, ладно. Все, выключаемся.